Сегодня полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в режиме видеосвязи обсудил вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах округа. Предложил руководителям помощь в решении проблем. В Чувашии все необходимые меры предпринимаются своевременно, однако тревожит увеличение числа заболевших. К сожалению, ситуация складывается таким образом, что у нас темпы или количество заболевших на 100 тысяч населения выше, чем в среднем по России, в среднем по Приволжскому федеральному округу. Но при этом те подготовительные работы, которые мы уже провели и далее продолжаем над ними работать, нам позволяют в целом ситуацию, с одной стороны, держать под контролем, с другой стороны, обеспечивать необходимой медицинской помощью тех заболевших, которые на сегодняшний день оказались в этой ситуации. Но с другой стороны, радует тот факт, что у нас начало увеличиваться число и выздоравливающих. На сегодняшний день 32 человека выздоровело и выписаны как выздоровевшие. И ожидаем, что в ближайшие дни эта тенденция тоже сохранится. Самым сложным на сегодняшний день является эта закупка оборудования для оказания медицинской помощи для тяжелых больных. Это так называемые оборудования ИВЛ. Хочу отметить, что все необходимые мероприятия для их закупки на сегодняшний день осуществлены, контракты заключены, денежные средства оплачены. И мы ожидаем первую партию этого оборудования уже в ближайшие дни. Для того, чтобы не оставить людей без соответствующей медицинской помощи, мы из имеющегося баланса этого оборудования перераспределили часть, которая возможна для того, чтобы временно использовать для оказания помощи для тех больных, которые нуждаются в такой помощи. И не только. Создали необходимый резерв в случае, если вдруг такое количество больных будет увеличиваться. Текущая ситуация нам позволяет говорить, что никто без помощи не останется. Но при этом очень важно тем людям, которые на сегодняшний день здоровы, сохранять ситуацию под контролем, внимательно следить за собой и предпринимать все меры предосторожности, чтобы случайно не подхватить этот злой вирус и не оказаться в числе заболевших. То есть режим самоизоляции, применение средств защиты в случае выхода в аптеку, магазины или по иным необходимым обстоятельствам нужно реализовывать обязательно.